Бобра Вообще, если бобра сравнивают с другими грызунами, а отряд грызунов наиболее многочисленный среди млекопитающих, более 2300 видов, то бобр, конечно, отличается в первую очередь своими размерами. Бобр – второй по величине грызун среди всех представителей этого отряда и самый крупный на территории Евразии. Крупнее бобра только водосвинка или копибара, который обитает в Южной Америке. Наш евроазиатский бобр в росту особи достигает размера более метра, ну и веса порядка 20 килограмм. Самые крупные особи, которые были отловлены в природе, достигали 130 сантиметров и веса около 30 килограмм. Вообще, бобр – это грызун, который замечательно приспособлен к среде обитания, а среду обитания для бобра является в первую очередь околоводная среда водоема и прибрежные биоцинозы. Вообще, если посмотреть на внешний облик зверя, то заметно, что этот зверь довольно крупный, но тело его компактное и довольно мощное по габитусу, по телосложению. В то же время в воде бобр чувствует себя совершенно замечательно. Его тело лишено каких-либо выступающих частей. В воде он принимает такое торпедообразное вытянутое положение. И все морфологические признаки этого зверя позволяют ему очень себя комфортно чувствовать именно в водной среде. На суше бобр довольно неуклюж, не очень себя уверенно там чувствует, и при малейшей опасности стремится сразу же уйти в воздух. Что касается приспособления бобра к водному образу жизни, то следует отметить в первую очередь его более длинные и мощные задние конечности, которые снабжены, ко всему прочему, плавательными перепонками. Хвост бобра это уплощенное такое наподобие весла, орган такой. Он покрыт роговой чешуей и служит бобру в первую очередь как в руль глубины, а отталкивается бобра от воды в основном своими задними лапами с перепонками. Ну, также еще можно такие назвать черты адаптации животного к среде обитания, как закрывающиеся клапанами ноздри, уши, слуховые проходы, и прозрачная перепонка, которая закрывает глаза во время ныряния. Бобр может провести в воде довольно длительное время, до 15 минут находиться под водой, ну и, в общем-то, совершенно замечательно себя чувствует в этой среде. Продолжая разговор о бобрах, необходимо отметить, что животные сейчас это далеко не такие редкие, какими были они, ну, скажем, там, лет 50-60 назад. Сейчас бобр вполне многочисленное животное, и увидеть его не редкость на наших водоемах. С точки зрения питания бобр относится к облигатным фитофагам. Это значит, что диета бобра строго вегетарианская. Вообще, на самом деле, перечень видов растений, которыми питается бобр, он очень разнообразный. Если только брать европейскую часть нашей страны, то здесь можно назвать более 300 видов деревьев, трав, кустарников, которые используют в пищу бобра. Но у бобра интересная есть особенность. У него кардинально меняются диеты, предпочтения пищевые летом и зимой. Если летом основная пища бобра – это такая вот сочная травянистая растительность, то зимой зверь полностью переключается на потребление грубого древесного веточного корма. Но этому есть объяснение, потому что климат у нас сезонный, и когда есть такое разнотравие летом, то было бы странно этим не воспользоваться. Если говорить о территории, где мы находимся, то излюбленными пищевыми объектами бобра здесь являются крапива, таволга, дягель лесной, ну и, безусловно, практически все виды растений, которые произрастают в непосредственной близости от воды, или даже водные растения, водные макрофиты. К таким можно отнести, скажем, к убышку, у которой он предпочитает потреблять в первую очередь корневища. Если говорить о том, чем питается бобр осенью, или ранней весной, или поздней осенью, зимою, то здесь, конечно же, можно назвать довольно много видов деревьев и кустарников. Но на первое место по предпочитаемости следует, конечно же, поставить осину. Осину бобр потребляют круглый год, в общем-то он никогда не отказывается от питания этим видом деревьев. На втором месте по предпочтениям находятся различные виды древовидной, ивы, или в первую очередь, может быть, даже кустарниковой. Ну и, безусловно, этот перечень можно продолжать долго, потому что питаются они и черемухой, и рябиной. Но в тех местах, где, скажем, нет этих лиственных деревьев, то бобр переключается на потребление хвойных деревьев. На болотах это, например, может быть болотная сосна, в отдельных случаях даже ель. Но это, скорее так, не правило, а исключение. Вообще за сутки бобр потребляет довольно много пищи. Взрослый зверь должен съесть порядка 800 граммов или даже более килограмма растительного корма. В литературе иногда встречается, или, может быть, даже это не литература, а такое обывательское мнение, что бобры питаются рыбой. Но на самом деле это не соответствует действительности. Рыбу-бобр не ловит. И, конечно же, он может потреблять какое-то небольшое количество, возможно, водных беспозвоночных, когда есть водную растительность. Но хищным животным его нельзя назвать уж точно. Отдельными курьезами, наверное, можно назвать случаи, когда на бобровых поселениях падающие подгрызенные бобрами деревья придавливают, например, лисис, енотовидных собак или даже лосей. Это тоже, конечно же, нельзя отнести к охотничьему поведению зверей. Это, скорее, случайности, которые связаны с такой активной, брызущей строительной деятельностью бобров. Итак, у меня в руках череп взрослого бобра. Посмотрев на череп животного, всегда мы можем довольно много сказать об образе его жизни, об особенностях питания и даже поведении, которое характерно для этого зверя. Что собой представляет череп бобра? Ну, во-первых, можно увидеть, что это довольно массивная по размерам и по мощности конструкция, которая адаптирована к потреблению очень трудного с точки зрения разгрызания и перетирания зубами корма. В первую очередь, посмотрев на череп анфас, мы увидим хорошо развитые резцы, которые, в общем-то, типичны для всех представителей этого отряда. Но строение резцов бобра, оно в некотором смысле особенное, потому что это тип зубов, который растет у бобра в течение всей жизни. Резцы находятся глубоко в альвеолах и растут по мере стирания верхней кромки. Вот если достать резец, то мы увидим, что он имеет довольно большой размер, а его пульпа, отверстие, где находятся нервы и кровеносные сосуды, не зарастает в течение всей жизни. Это дает возможность резцу нарастать по мере стачивания. На переднем крае резца находится довольно толстая эмаль, которая у здоровых животных имеет интенсивный оранжевый цвет. Это признак физического здоровья зверя, цвет его эмали. Эмаль спереди более толстая, чем сзади, поэтому резцы всегда затачиваются таким образом, что передняя кромка у них всегда бывает очень острой, такой режущей. Задний край стачивается быстрее, поэтому передний край представляет собой режущий инструмент. Челюсть бобра прикрепляется к черепу с помощью таких вот округлых суставных отростков. Это дает возможность совершать перетирающие движения, и бобр довольно часто может так двигать челюстями. В среднем, когда он что-то жует или сгрызает дерево, частота укусов составляет несколько укусов в секунду, 5-6 примерно. То есть очень быстро работают челюсти. Резца у бобра 4, они есть на верхней и на нижней челюстях. Везде подба. Вот такое особенное старение резцов сопряжено еще с одним интересным фактом. Нередко бывает ситуация, когда бобр травмирует себя, травмирует свою челюсть падающим деревом. В отдельных случаях резец может выпасть, он может быть потерян или сломан. В таком случае резец, который находится на противоположной стороне, на противоположной челюсти, он растет до тех пор, пока не упирается в небо. Но для бобра это будет неизбежная, долгая и мучительная смерть. Вообще резцы – это инструменты очень эффективные. И по размерам резца, по тем следам, которые звери оставляют на сгрызаемых деревьях, можно приблизительно определить возрастную группу зверя. У взрослого бобра ширина резца составляет порядка 1 см 10 мм. У животных молодых возраст менее 1 года, ширина резцов, как правило, бывает не более 7-8 мм. Между резцами и, собственно, коренными зубами у бобра есть промежуток, который называется диастема. Вот это диастема. Вообще в норме здесь у животных, у зверей находятся клыки. Ну, поскольку бобр – зверь растительноядный, грызун, то клыки у него отсутствуют. Диастема имеет большое значение, когда бобр сгрызает что-нибудь, скажем, находясь в воде. Дело в том, что резцы у бобра полностью изолированы от остальных коренных зубов. Здесь у него есть губы, есть такая кожная складка, которая закрывает ход в ротовое отверстие. Поэтому бобр может довольно эффективно пользоваться своими резцами, находясь в воде или под водой. Что представляет собой коренные зубы бобра? Коренные зубы бобра в количестве 16 штук. Они тоже находятся глубоко в лунках челюсти, сидят. И если посмотреть на жевательную поверхность зубов, то мы можем увидеть такой вот довольно сложный узор, который состоит из складчатых петель. Петли не что иное, как зубная эмаль, наиболее твердая ткань, которая есть в организме любого животного, любого зверя. А промежутки между ними заполнены более мягким дентином. Таким образом, вот эти вот дентиновые поля, они имеют такого темного окраска, они постепенно стираются, вытираются из зубов. А плотная режущая поверхность, образованная эмалевыми складками, она сохраняется в течение всей жизни. Зубы бобра практически не стачиваются в течение его жизни, а продолжительность жизни у зверя очень большая. По меркам грузнов это настоящие долгожители. Самая большая зафиксированная продолжительность жизни у бобров составляла 28 лет. Но в природе эти звери нередко доживают до 15-16 лет. Бубр может похвастаться отменно крепкими и здоровыми зубами. Кариз для бобра это крайне редкое явление. Хотя остальные зубные аномалии у них встречаются. То есть это могут быть отсутствие врождённых отдельных зубов или парадонтоз, тоже нередко заболевание, которое сопровождает жизнь бобров. Если посмотреть на общее строение черепа, то мы можем увидеть, убедиться, что у бобра есть все черты адаптации к полуводному образу жизни. Череп, собственно сам череп, он сверху довольно плоский. И таким образом на одной линии сверху головы находятся уши, глаза и ноздри зверя. Бобру достаточно слегка приподнять голову над урезом воды, чтобы можно было уже всё вокруг себя услышать, увидеть или учуять. Ну и безусловно гребни, которые тоже есть на черепе. Это вот сагитальный гребень, который проходит вдоль затылка. Это затылочные гребни. Они говорят о том, что бобр обладает мощной, жевательной и шейной мускулатурой. Это тоже является признаком, чертой адаптации животного к такому образу жизни и такой специфической диете. Сейчас я вам продемонстрирую череп молодого зверя. Это череп бобрёнка в возрасте примерно 5-6 месяцев. Особенностью строения черепа молодых зверьков является то, что они появляются на свет уже с вполне сформировавшейся зубной системой. Конечно, зубы у молодого бобра или бобрёнка не достигают размера взрослой особи, но, по крайней мере, они обладают уже полным напором, полной зубной формулой. Так же, как и у других млекопитающих, у бобрят происходит смена молочных зубов на постоянные. Вот у этого зверяка ещё зубы молочные и происходит постепенно их замещение на постоянную зубную формулу. Происходит это как раз в возрасте примерно полугода жизни бобра. Бобрята вообще появляются на свет в мае месяце, и к осени они достигают примерно третий от размера, или даже около половины, от взрослого зверя. Молоком бобрята питаются в течение примерно полутора месяцев, ну и постепенно уже буквально со второй-третьей недели жизни переходят на потребление растительного корма. В помете у самки бывает от одного до трёх бобрят, но чаще всего где-то в пределах двух. В редких случаях отмечается появление четырёх зверяков. Бобы размножаются раз в году, и материнский инстинкт у самок развит довольно сильно, но принимает участие в воспитании бобрят, и может сказать, что вся семья бобров. Вообще, если говорить о жилищах, которые себе сооружают бобры, то необходимо обратить внимание, живут они всё-таки не только в хатках. Предпочтительно и более часто бобры сооружают норы. Они замечательно могут рыть, у них довольно сильные передние конечности, вооружённые длинными и цепкими когтями, поэтому им легко довольно удаётся рыть грунт. Для того, чтобы начать сооружать любой из типов жилища, бобры сначала определяются с тем, где оно должно быть. Вход в любое жилище должен быть всегда из-под воды, это одно из условий сооружения любого типа жилища. Начинают всё-таки бобры всегда рыть сначала ход. Этот ход ведёт в гнездовую камеру. Длина хода может быть различной, но обычно это 3-4 метра от берега воды, хотя может быть и порядка 10 метров. Как только бобр формирует гнездовую камеру и крыша гнездовой камеры достаточно прочная, на этом строительство, как правило, заканчивается. Поэтому чаще всё-таки из всего этого получается нора. Но в тех местах, где берег недостаточно высокий, свод гнездовой камеры проваливается, и бобр вынужден его заделывать такой настоящей крышей, которая состоит из ила, как связующего элемента, как цемента, и различного строительного материала. Чаще всего это стволики деревьев, это ветки, могут быть камни, ну и в принципе всё, что есть подходящее для сооружения такого купола. Далее бобр в этом куполе выгрызает очередную камеру, и в том случае, если стенки недостаточно прочные купола, он его надстраивает. Таким образом получается более или менее выраженная хатка. Размеры вот этих вот сооружений, которые называются хатками, они могут быть довольно различными, но обычно высота их не превышает 2 метров, а диаметру основания 3-4, редко 7 метров. Хотя известны и вообще гигантские хатки, высота которых купола была порядка 10 метров. Ещё одним типом жилищ, которыми пользуются бобры, это так называемые коблы, кобла. Это не что иное, как вырытая под корневой системой, например, куртины ивы или осины нора, и бобр там выгрызает частично корневую систему. Таким образом, под деревьями формируется тоже гнездовая камера. Но что касается распределения типов убежища, а в целом и нора, и кобла, и хатка, это и есть убежище бобра, то на территории Полистовского заповедника всё-таки преобладают норы над хатками. Хатки бобры сооружают там, где обычно низкие, часто заболоченные берега, ну, либо в том случае, если это крупное очень поселение, и таким образом вмещать должно в себя большее количество животных. Что касается обнаружения, то наличия жилища, то это не всегда простое дело, потому что норы у бобров, они находятся на разной глубине, и часто невооружённым глазом даже не видно, где обитает зверь. В то время как хатка, она очень хорошо заметна, сразу бросается в глаза, и поэтому может сложиться впечатление, что бобры живут только в хатках. Но на самом деле это не так. Норы тоже излюбленный и довольно распространённый тип жилища бобра. Как понять, обитаемая в настоящее время хатка или нет, живут в ней бобры или нет? Ну, в первую очередь, можно обратить внимание на сам внешний облик этого жилища. На жилой хатке обычно растительность аккуратно сострижена, сгрызана. Всегда есть какие-то следы активности вокруг хатки. Ну, а в морозные дни, например, зимой, можно наблюдать, как из жилых хаток поднимается струйка пара, потому что сверху в хатке есть такое вентиляционное отверстие. Вообще хатка устроена внутри примерно всегда однотипно, так же, как и нора. Её центр – это гнездовая камера. Гнездовая камера – место, где обитают бобры, где появляются на свет бобрята. В любом случае поверхность гнездовой камеры находится всегда выше, чем уровень воды. Ну, а вход в жилище, будь то нора, хатка или кобла, он всегда находится под водой на разной глубине, от нескольких десятков сантиметров до метра и более. Таким образом, бобр себя надёжно защищает от хищников, от неблагоприятных погодных воздействий и всегда имеет возможность в случае опасности уйти под воду. Тем более, что выход из хатки может быть не один, а может быть их несколько. При кажущейся такой хаотичности конструкции хатки, на самом деле, это довольно прочное сооружение, и не всегда даже медведю удаётся запросто взломать эту конструкцию. Вообще, бобры относятся к животным со социальным типом организации. Дело в том, что одиночный бобр – это явление нетипичное, и, в общем-то, такие звери встречаются довольно редко. Чаще всего бобры формируют пары, и в этих парах появляется потомство. Таким образом, в норме усреднённая условная бобровая семья состоит из четырёх зверей. Это пары размножающихся особей, самца и самки, и их потомство первого и второго года рождения. Так называемые годовики и перезимовавшие животные. Сигалетки и годовики. Что касается стратегии размножения, то бобр относится к моногамным животным. Это значит, что пара бобров формируется на более-менее длительное время. И, как правило, в бобровой семье размножается только одна пара. Очень редко бывает такое, что размножается несколько самцов и самок. Это, скорее, исключение. Обычно размножаются взрослые самец и взрослые самки. Как только дети, выросшие бобры, а это происходит в приблизительном возрасте от 2,5 лет и старше, становятся половозрелыми, отношения у них с родителями, можно сказать, портятся, и они переселяются на новое место жительства, где потом формируется новая семья. Если средний состав бобров считать 4 особи, то бывают все-таки и крайние значения. Это от одного бобра. Например, если бобр молодой отселился и не нашел в себе пара, то он зимует один, а на следующий год пару он все-таки может сформировать. И, наконец, есть отдельные крупные семьи, которые могут включать в себя более 4, обычно это до 10 бобров. Хотя отмечали случай, когда в одном поселении, даже в одной хатке, проживало до 16 особей. Но если, в общем-то, семья бобров, это, можно сказать, такая ячейка бобровой популяции, и, в общем-то, все бобровые популяции, они состоят из различного количества семей, внутри семейные отношения, как правило, складываются у бобров довольно благополучные, или уж, во всяком случае, нейтральные. Но у бобров наблюдается очень такая резко выраженная территориальность. Это значит, что члены одной семьи относятся враждебно к членам другой семьи. Обычно границы между поселениями, вот между соседними семьями, они на местности всегда бобрами маркируются. Маркируются, прежде всего, запаховыми метками. Бобры вот на границе таких своих территорий нагребают холмики из ила или из песка и обильно поливают их секретом мускусных желез пахучих. Это является сигналом для особей соседней семьи, что здесь территория занята, и заходить на территорию другой семьи небезопасно. В действительности бобр довольно агрессивно к своим же сородичам животное, и нередко бывают случаи, когда чужаки, пришедшие на территорию занятой другой семьей, получают довольно серьезную вещь, иногда окончающуюся гибелью животных. Таким образом, бобры, основное назначение вот такого жесткого территориального поведения это ограниченность кормовых ресурсов, потому что для каждой семьи кормовые ресурсы это, в общем-то, краеугольный камень, от которого зависит успех существования этого бобрового поселения. Как только бобры съедают излюбленный корм предпочитаемый, часто это какая-то древесная растительность, они вынуждены бывают покинуть эту территорию и заняться поисками новой территории, где можно организовать поселение. Ну вот, если внутривидовые отношения у бобров могут быть довольно такими агрессивными, то межвидовые отношения складываются по-разному. Во-первых, поскольку бобры довольно много сооружают различных плотин, хаток и прочих типов построек, такая развитая инфраструктура, она привлекает к себе большое количество, в первую очередь, околоводных обитателей. Очень часто по соседству с бобровыми поселениями можно найти следы выдра, норки, потому что эти животные привлекаются туда рыбой, которая обитает в бобровых прудах. Но не только эти животные привлекаются бобрами. У нас есть еще один грызун с довольно похожими требованиями окружающей среде, это полуводный зверь андаатра. Андаатра – это типичный вид инвазионных млекопитающих, которые сюда привезли. Один из первых, кстати, привезенных с североамериканского континента млекопитающих. В 1914 году андаатра попала в Европу, ну и потом уже довольно широко распространилась по нашим экосистемам. С бобром у них складываются вполне миролюбивые отношения. Они могут заселять одну и ту же территорию. Более того, андаатра может очень активно пользоваться сооружениями, которые бобры делают, ну, например, каналами. Нередки случаи, когда андаатр проникает в хатку бобра, но все-таки бобр редко, когда длительное время делит свое жилище с кем-то из других видов. Они могут жить скорее по соседству, но действительно есть наблюдения, согласно которым в хатку к бобрам могут заходить, в том числе и выдры, может заходить и андаатра, но это не значит, что эти животные длительное время могут жить, ну, скажем так, в одной гнездовой камере. А соседями, да, добрыми соседями они вполне могут быть. Для человека бобр это совершенно не опасный вид животных. Бобр это мирное, травоядное животное, растительноядное, но все же в некоторых случаях бобр может быть для человека опасен. В первую очередь это касается животных, которые ранены или находятся в каком-то тяжелом, ну, можно сказать, безвыходном для себя положении. Бывает, с таким можно столкнуться, когда звери расселяются, это весенний период, бобры могут покидать водоемы и по суше переходить в другие водоемы. В этих случаях животное чувствует себя в опасности и при, скажем там, повышенном интересе со стороны человека он может проявлять агрессию. В случае агрессии бобр может на человека, безусловно, напасть, но в случае, когда этот вид животных наносил у человека какие-то серьезные травмы, они практически отсутствуют. Что касается другого аспекта взаимодействия бобров и человека, это в первую очередь конфронтацию их интересов, здесь вопрос намного более сложный и, в общем-то, он, конечно, требует отдельного обсуждения, а часто отдельного решения. Речь идет о том, что когда бобры поселяются вблизи от человека, они часто повреждают инфраструктуру. Это дорожная сеть, это сельскохозяйственные угодья, это какие-то могут быть фруктовые сады, которые бобры подгрызают деревья, повреждают. В этих ситуациях, конечно же, всегда требуется какое-то вмешательство, грамотные и разумные действия со стороны человека. Ну и в европейских странах, по крайней мере, эту проблему тоже стараются решать с разных точек зрения. Самое очевидное – это переселять зверей, животов и перенос их в новое место, где они могут организовать поселение. В некоторых случаях используют специальные репелленты, которые животных отпугивают. Ну вот, в частности, некоторые европейские страны используют специальные смеси, которые они наносят на кору фруктовых деревьев, и бобры таким образом их не повреждают. Но в целом можно сказать, что бобры человек вполне могут сосуществовать, и, в общем-то, эти конфликты вполне можно решать, не причиняя животным серьезного вреда. Бобр – это зверь, который может создавать для себя вполне-таки комфортные и безопасные условия, но, тем не менее, конечно же, враги в природе у него есть. Если говорить о врагах бобра, то сюда можно отнести всех хищников, которые крупнее самого бобра размером или крупнее бобренка. Но для территории заповедника наиболее серьезными врагами для бобра являются, безусловно, волки. Волки – это очень интеллектуальные хищники, которые отдельные волчьи семьи вполне могут специализироваться на добыче бобра. Они подкарауливают его в первую очередь на суше, и как только бобр ходит на более-менее долгое расстояние от водоема, он становится довольно легкой добычей для волков. Во-вторых, на бобров довольно успешно и активно охотятся рыси. Тактика охоты у них тоже похожая. Они устраивают засаду, подкарауливают, и как только бобр на несколько десятков метров отходит от воды, он тоже для них становится довольно легкой добычей. На третьем месте, пожалуй, можно поставить медведя, который тоже не прочь полакомиться бобрятиной. Но медведи это делают более грубо, они пытаются разрушить в первую очередь хатку или нору вскрыть бобровую, поэтому бобра больше шансов спастись. По данным, которые мы получили от охотников, в непосредственной близости от заповедника, не так далеко охотничьего годия находится у них, из 30 добытых бобров в прошлом году, 5 имели с релиды серьезных ран от хищников. Из них 3 раны были нанесены, по всей видимости, волками, и по одному бобру были ранены рысью и медведем, что говорит о довольно существенной прессе хищников на бобру. Для бобрят перечень врагов расширяется, потому что обобреный конкурс-то меньше размером физически, и поэтому на бобрят вполне могут охотиться такие хищники, как норка, как куница, лисица, енотовидная собака, ну и безусловно сюда же можно отнести хищных крупных птиц и крупных хищных рыб. Бобр – это зверь с сумеречным типом активности, поэтому пик активности у них приходится на поздневечерние или раннеутренние часы. Вообще, надо сказать, что бобр – это животное очень осторожное, и прежде чем показаться из воды, а тем более выйти на сушу, он внимательно оценивает окружающую обстановку. Как он это делает? Ну, во-первых, бобр в первую очередь ориентируется на такие органы чувств, как обоняние и слух. Зрение у бобров развито не очень хорошо, это зверь близорукий, поэтому в первую очередь они принюхиваются и прислушиваются к окружающему пространству. Если у бобра возникает малейшее подозрение в том, что есть опасность, то он никогда не выйдет на сушу, а скорее всего уйдет опять в воду. Вообще, за бобрами довольно легко и удобно наблюдать, это зверь довольно интересный для наблюдения, и если, скажем, не выдавая своего присутствия, находиться где-то поблизости от поселения, нескольких десятков метров, то вполне можно увидеть, как бобр выйдет на суше, какие он там действия будет производить. Поэтому для любителей или желающих понаблюдать за бобром можно рекомендовать делать это в вечерние часы или приходить пораньше, но заранее это лучше делать, для того, чтобы была возможность подготовить место для наблюдения. Бобры активны в течение круглого года. То есть это зверь, который не впадает в спячку, он бодрствует в течение всего года. Для того, чтобы легче было пережить наиболее неблагоприятный период, то есть зиму, раннюю весну, бобры осенью начинают, это где-то уже проявляется с сентября месяц, начинают подготавливать всю инфраструктуру поселения к долгой зимовке. Хоружают или возобновляют работу плоти, ну, во всяком случае, ремонтируют их, приводят в порядок хатку. И в ноябре-октябре бобры начинают активно заготавливать форм на зиму. Поскольку зимой бобр питается древесной, кустарниковой растительностью, то основным запасом пищи, основная запасаемая пища, это не толстые стволики деревьев, преимущественно это осина, может быть, ива или береза, ветки этих деревьев, они складываются бобрами в непосредственной близости от хатки или от норы. Это такая вот стопка древесной растительности, которая находится в русле реки, или чаще в бобровом пруду, где не сильное течение. Она немножко притапливается в воде. И таким образом бобры в течение всего зимнего периода, когда у них нет возможности выходить на поверхность, пользуются этой заранее заготовленной пищей. Причем в заготовке пищи принимают участие все члены бобровой семи, начиная от подросших уже к этому времени бобрят и заканчивая взрослыми зверями. По объему запасаемой бобрами пищи можно сделать вывод о размерах поселения. Обычно речь идет о полутора, двух или даже трех кубометрах. Но в отдельных случаях пища может запасаться значительно больше, до семи-восьми кубометрах. Зимой бобры проводят время преимущественно в хатке, совершая периодические выходы за кормом, который у них находится в воде. В оттепеле, когда более-менее продолжительно устанавливаются теплые температуры, бобры могут входить на поверхность через полынье, проламывая не толстый лед. Все остальное время года, особенно это касается северных участков, ареала животных, они проводят время подо льдом. Очень часто даже уровень воды может быть непостоянным перед замерзанием реки, поэтому образуются большие подлёдные пустоты, которые бобры очень активно используют в течение этого времени. Вообще, бобры – это жители северного полушария. Излюбленными территориями, которые бобры населяют, это различные околоводные экосистемы. Но, собственно говоря, сам ареал бобра, он ограничен следующими приблизительно точками. На севере бобры встречаются на Кольском полуострове, чувствуют они там себя, мягко говоря, не очень комфортно, тяжеловато им там выживать. И самые южные точки обитания нашего евроазиатского бобра – это горы Монголии и Китая. Но, конечно же, основные запасы этого вида сосредоточены между этими крайними точками. Значит, если говорить о предпочтениях, то можно сказать, что критически важными для бобров является не так уж много факторов. Во-первых, это, собственно говоря, наличие водоёма. Но здесь тоже есть определённые, скажем так, требования. Этот водоём не должен пересыхать летом и не должен промерзать до дна зимой. Если эти условия соблюдаются, и, естественно, если есть какая-то окловодная растительность на берегах, в воде, то бобры на таких водоёмах вполне могут жить. Однако наиболее комфортными для бобров всё же являются не очень широкие и преимущественно проточные водоёмы. Это небольшие лесные речки, это ручьи. Очень любят бобры населять систему мелиоративных каналов. Живут, безусловно, в бобры и на озёрах, но не любят селиться на реках широких или реках с сильным течением. Собственно говоря, основные запасы бобров, если говорить о Полистовском заповеднике, они как раз-таки и сосредоточены на реках заповедника, на Хлавице и на Полисте. На этих реках и на их притоках, в первую очередь, мы обнаружили большинство, примерно 70-70% поселений. Также заповедник совершенно интересен тем, что бобры здесь не гнушаются и болотами. Они вполне могут на болотах жить. В общем-то, поселение бобра на болоте – это довольно интересный феномен. Дело в том, что на болотах, строго говоря, для существования бобров не так уж и много подходящих мест. В первую очередь, это, пожалуй, внутри болотные озёра. Чем хороши озёра? Ну, помимо того, что это водоём, по берегам таких озёр есть, пускай небольшой, но всё-таки какой-то лес или отдельно стоящие деревья. Обычно это болотная сосна, чёрная ольха. И, в общем-то, этого бывает достаточно для того, чтобы на таком водоёме поселилась небольшая семья бобров. Бобры довольно активно используют эти ресурсы, имеющиеся. Они, безусловно, совершают более-менее протяжённые экскурсии по озёрам. Если озёра соединяются с протоками, они тоже очень активно используют эту систему проток. Могут что-то выкопать сами, небольшие какие-то каналы. Но другой интересной особенность является то, что бобры населяют не только внутри болотные озёра, но и какие-то небольшие болотные реки, ручьи, которые часто протекают под маховым покровом. Однако в этом случае тоже обязательным условием является наличие хоть небольшого, но какого-то минерального берега. Почему бобрам важен минеральный берег? Во-первых, это субстрат, на котором произрастают и деревья, и различные растения травянистые. А во-вторых, это одно из условий сооружения поселения. Для этого бобр, конечно же, должен выкопать где-то исходно себе нору или построить хатку. Поэтому, конечно, наличие минерального берега тоже критически важно для жизни бобра. Но как бы то ни было, бобры всё-таки не очень любят селиться на болотах. Однако такие поселения существуют. Вероятно, они могут существовать более-менее длительное время. И если брать в качестве примера Полистовский заповедник, то здесь таких поселений мы обнаружили не более 7% от общего числа. Это если говорить про озера. Ну и примерно столько же приходится на различные внутриболотные водотоки. Более подходящими местами для бобров являются, собственно, окраина болота. Это граница между болотом и минеральным берегом лесом. Здесь вполне часто бобры могут поселяться, поселения могут быть достаточно большими и также существовать более-менее продолжительное время. Но то, что бобры довольно существенно преобразуют экосистемы, в которых поселятся, это, конечно же, неоспоримый факт. Поэтому не случайно в научной литературе для бобров придуман специальный такой термин, вполне устоявшийся, ключевой экосистемный инженер. И это действительно так. Какие основные факторы, каким путем бобр влияет на окружающую среду? В первую очередь он изменяет гидрологический режим водоема, то есть сооружая какие-то плотины или каскад плотин, что тоже часто наблюдается, вырывая различные каналы, соединяя часто соседние водоемы между собой. Он изменяет и уровень воды, и, собственно говоря, скорость течения. Второй важный фактор, каким образом бобр влияет на окружающее пространство, это, безусловно, роющая деятельность. Там, где поселяются бобры, довольно существенно изменяется и береговая линия, и, собственно говоря, сам характер берегов у водоема. Ну и, наконец, питаясь, бобр может убирать, как бы, элиминировать из окружающей среды определенные виды формы, в первую очередь предпочитаемые для себя. В совокупности все это создает довольно существенное влияние на те биотопы, где бобр поселяется. Формируются такие своеобразные бобровые пруды, которые являются притягательным местом для различных околоводных животных. Там могут поселяться околоводные куни, такие как норка, как выдора, в первую очередь. Это же благоприятное становится условие обитания для водоплавающих птиц. Ну и, конечно же, поселяются те виды рыб, которые устойчивы к низкому содержанию кислорода в воде. И вот здесь-таки как раз-таки есть интересный момент, что при поселении бобров на водоем, при активном их заселении, происходит снижение концентрации кислорода в воде. Это происходит потому, что замедляет в течение водоема, и вода становится менее подвижной и с довольно низким содержанием кислорода. В этих условиях, конечно, скорее всего, не смогут уже выжить рыбы, которые нуждаются в большом количестве концентрации кислорода в воде. Это различные лососевые рыбы, лососеобразные, такие как, например, ручьевая форель. И в этом отношении влияние бобров, наверное, можно оценивать как негативное. Но на самом деле, как показали последние исследования, таких исследований сейчас появляется все больше, влияние бобров на окружающую среду, заселение бобров все-таки, как правило, приводит к увеличению биологического разнообразия. Появляется большое количество видов, пускай это виды будут влаголюбивые или наоборот просто толерантные к сильному увлажнению. Появляется довольно много видов амфибий, рыб, безусловно, околоводных птиц. И все это создает более мозаичный и более разнообразный с точки зрения биотопы. Поэтому, конечно же, влияние бобра с этой точки зрения можно оценить как положительное. Ну и, наконец, есть наблюдения, согласно которым, в отдельные периоды развития вот этих вот бобровых экосистем, когда происходит смена растительных формаций, это называется сукцессиями, такие экосистемы могут отдавать довольно большое количество парниковых газов, углекислого газа метана, что тоже вносит какой-то краткосрочный вклад в поступление этих газов в атмосферу. Но потом, вероятно, все нормализуется, когда экосистема приобретает какие-то новые очертания, она уже, наоборот, будет потреблять большее количество углекислого газа и ассимилировать это в виде растительности различной. Но, в конце концов, к бобру надо относиться как к полноправному члену экосистемы. И то, что сейчас становится бобров больше, это, в общем-то, вполне естественный, нормальный, закономерный процесс. Вид прочно входит в состав экосистем, которые когда-то издревле исконно были им населены. В общем-то, для окружающей среды это скорее благо, чем вред. Если бобры, скажем, населяют какой-то проточный водоем, где уровень воды не всегда стабильный, например, он в половоде может становиться выше, а во время засухи летом он понижается заметно, это вынуждает бобров сооружать, в первую очередь, плотины. Основное назначение плотины – это сделать уровень воды более стабильным, потому что, как мы знаем, вход в жилище у бобра всегда должен находиться под водой. Как только вход осыхает, обсыхает, это, в общем-то, для бобра является очень тревожным сигналом, он из-за этого сильно переживает или даже меняет место своего нахождения, то есть поселение может измениться. Именно поэтому на небольших реках, на ручьях бобры сооруживают плотину. Что собой представляет плотина? В общем, плотина состоит из двух частей. Основная часть – это так называемая русловая часть. Для ее сооружения бобры используют ил и различные подручные строительный материал. Чаще всего это веточки древесные, более-менее крупные стволы, которые укладываются по течению. Очень часто бобры пользуются какими-то же естественными предметами, которые есть на дне водоема или в непосредственной близости от него. Это может быть крупный камень или упавшее дерево. Но если ничего подходящего нет, значит, стройка начинается, что называется, с нуля. Да. Бобры сгребают такой более-менее высокий холмик мощный, как бы основание плотины, из ила, из камней, и потом начинают его надстраивать илом и древесиной. Как только русло реки оказывается перегороженным, вода, естественно, начинает протекать уже по берегам, и плотину обходят с разных сторон. В этом случае бобры продолжают плотину уже на береговой части. Там плотина не имеет таких, может быть, больших размеров, как, собственно говоря, на русле реки. Но представляет из себя чаще всего такой холм, сделанный из ила, который укреплен в отдельных случаях камушками, ветками и чем-то таким подходящим в качестве дополнительного строительного материала. Очень часто, если поселение особенно мощное, может быть не одна, а целый каскад плотин. Они обычно располагаются друг за другом на расстоянии, может быть, там, нескольких метров или нескольких десятков метров. Таким образом формируется, ну, такой большой, иногда даже очень крупный бобровый пруд, который может превосходить размеры самого русла в десятки или даже сотни раз. Обычно плотина располагается где-то недалеко от хатки или от нары, смотря какое там бобры используют жилище. И выше по течению следует искать всегда центр поселения. Плотины бобры сооружают обычно, размер их не превышает 10 метров, ну, конечно, все зависит от размера самого водоема. На территории заповедника здесь самая крупная из обнаруженных нами плотин, она была порядка 80 метров длиной. Ну, это, естественно, там и русловая часть, и ее береговая. Обычно плотина это довольно такое все-таки массивное и прочное сооружение. По плотине, как правило, можно перейти в водоем, даже не замочив ног. И бобры постоянно очень внимательно следят за сохранностью плотины. Частенько ее подновляют, особенно это проявляется так заметно осенью, когда бобры начинают в порядок приводить вообще все свое поселение. Тхатку, плотину ремонтируют. Что является для бобром, собственно говоря, таким вот стимулом или сигналом к тому, что необходим ремонт. Во-первых, бобры очень реагируют на журчание, на шум падающей воды. Если этот звук усиливается, то бобры сразу же начинают искать причину, утечку воды и стараются ликвидировать эту течь. Ну и, во-вторых, бобры ориентируются на свои, так сказать, тактильные ощущения. Это течение воды. Если течение воды становится более быстрым или где-то оно более сильно проявляется, звери тоже реагируют на это и начинают заниматься ремонтом. Вообще, бобры – это животное, которое использует преимущественно коллективный труд, когда строительством занимается не один зверь, а практически вся семья. Насколько бобры могут координировать свои действия во время строительства – это, в общем-то, вопрос. Но на самом деле все исследователи, ученые, этологи, которые занимаются изучением поведения бобра, сходятся во мнении, что бобры – это довольно интеллектуальный зверь, и уж, наверное, его можно назвать одним из самых интеллектуальных грызунов. Вообще, в репертуаре бобра не так уж много звуков. Зверь – это, скорее, молчаливый, и говорить о том, что они какими-то там между собой общаются звуками или даже речью смысла нет. Но совершенно точно бобры способны к взаимодействию, к коллективному труду и к обучению. По наблюдениям ученых, которые довольно длительное время этот вид изучают, скорее всего, можно говорить о том, что у бобров матриархальный уклад жизни. То есть, несмотря на то, что самец и самка примерно одинаковую роль выполняют в семье, но все-таки инициатива часто наблюдается за самкой, особенно это касается строительной деятельности. Самец, он, большей частью, может быть, охраняет границы поселения, в общем, довольно ревностно это делает на самом деле. Но что касается распределения обязанностей в семье, то, по всей видимости, самки, они являются, может быть, таким организующим началом, который позволяет бобрам координировать действия при сооружении любой постройки, будь то палатин или хатка. Буквально несколько слов хотелось сказать об интеллектуальных способностях бобра. Таковые, безусловно, есть. Дело в том, что по наблюдениям этологов нет устоявшейся точки зрения на интеллектуальные способности этого вида. Вот согласно одним данным, ну, так сказать, классической школе этологии, бобры не проявляют особых признаков интеллекта, и, скорее, все их вот эти вот строительные навыки и разнообразную строительную деятельность можно отнести к инстинктам, к запрограммированному поведению. Однако более поздние наблюдения показывают, что все же бобры способны и к самообучению, они способны перенимать какой-то опыт друг от друга от своих же сородичей, они способны оценивать состояние материала, из которого они что-то изготавливают, подбирать более оптимальные там материалы для той или иной конструкции. И, пожалуй, наиболее такими очевидными подтверждениями, интеллектуальным способностям бобра служит то, что относительно недавно была создана цирковая труппа бобров. Наш соотечественник, дрессировщик Виктор Сильченко, он взял нескольких бобров из бобровой фермы Воронежского заповедника. Эти бобры смогли обучаться, и действительно, из них получилась настоящая цирковая труппа. Эти бобры выступают в цирке, они не боятся и бурно ховаться, они не боятся выступить на публике. Конечно, их трюки, может быть, не так сложны, как трюки с приматами, но, по крайней мере, они показали себя очень даже обучаемыми и вполне интеллектуальными животными. Интерес к бобрам возник в первую очередь, потому что это, можно сказать, такой очень интересный, уникальный эксперимент, который был проведен человеком в природе. Дело в том, что на рубеже 19-20 века бобр был очень малочисленный, но потом люди стали активно использовать технологию, которая сейчас называется транслоказ, то есть это расселение животных из каких-то популяций на более широком пространстве. И вот с этой точки зрения бобры являются классическим примером, когда взяли животных из немногочисленных популяций, например, из Воронежа или из Белоруссии, из Березины, и стали расселять их в самые разнообразные экологические условия. То есть условно, тождественные генетические бобры попали в самые разнообразные условия среды. Это, по идее, должно было как-то повлиять на изменчивость животных в этих популяциях, на их какие-то морфологические новые адаптации, может быть, даже генетические изменения. Вот это, наверное, одна из таких интересных биологических особенностей бобра в новейшей его истории послужило причиной, почему, собственно, стало интересно изучать этих животных. Ну а дальше, естественно, когда начинаешь погружаться в вопрос, зверь становится этот объект все более и более интересным, хочется посмотреть не только, как эти животные изменились морфологически, как там изменилось строение, может быть, их тела, туловища, черепа. В частности, я черепом занимаюсь, корнеологией в первую очередь. В дальнейшем мы уже обратили внимание на то, как эти животные адаптируются к условиям среды, какие они сооружают чаще поселения, какого типа они образуют, какие жилища сооружают. Интересно очень было понаблюдать динамику их численности, потому что, скажем, в Центральном лесном заповеднике, где я начинал работать, бобров выпустили довольно рано. Это как раз середина 30-х годов прошлого века, а бобры были привезены из Воронежского заповедника. И с тех пор там формировалась такая устойчивая и довольно многочисленная популяция животных. Вот было интересно проследить, как происходит их расселение, как вырабатываются у них черты адаптации к этим условиям, местам. Ну и, пожалуй, в последнее время, что стало привлекать наше внимание, это генетические особенности животных в разных популяциях. Вот сейчас наша работа сосредоточена на этом аспекте биологии бобра.